итак всем привет сегодня я вам расскажу про аккумуляторы для электротранспорта также постараюсь ответить на какие-то вопросы которые часто встречаются именно в рассказе про аккумуляторы ну и пару советов может дам но кто-то для себя вынесет очень интересную информацию потому что многие ну встречается только с аккумуляторами сожалению ну на страницах интернета и очень мало про них честно говоря все знают недостаточно знать того что как аккумулятор заряжается потому что все аккумуляторы разные технологии везде разные и ну давайте остановимся на аккумуляторах тяговых для электротранспорта а также рассмотрим что подходит что не подходит и почему не подходит и почему подходит то есть вот на такие вопросы давайте с вами поговорим ролик получится долгим поэтому прошу набраться терпения и если я буду где-то делать какие-то ошибки старайтесь строго не критиковать а лучше в комментариях напишите правильно без наездов такие комментарии будут цениться не просто и мной да но и теми людьми которые заходят реально узнать информацию спасибо за то что смотрите мы давайте приступим первый аккумулятор мы рассмотрим 6 дзм 20 зеленый данными аккумуляторами я пользовался больше двух сезонов ребята больше двух сезонов и на второй сезон они мне приказали долго жить это восстановленный аккумулятор в который была залита дистиллированная вода и несмотря на это он работает но емкость у него к сожалению ребят как бы я не старался поднять десульфаторами не десульфаторами она составляет малую долю и так в чем вообще отличается аккумуляторы тяговые от обычных они отличаются во первых строением пластин которые позволяют снимать долгое время максимальный ток обычные аккумуляторы не способны этого делать они лишь способны отдавать ток максимальный кратковременно без ущерба так скажем здоровью без перегрева большинство же аккумуляторов которые не способны отдавать большой ток при длительном максимальном токе очень сильно нагреваются и они работают да иногда могут долго работать но каждый такой цикл с запросом максимального тока укорачивает жизнь аккумуляторов просто в разы и так данный аккумулятор 6 дзм 20 это ширпотреб который производится на китайском рынке да да ребят я про аккумуляторы эти знаю побольше немножко из-за того что ну просто я китайский рынок немножко штудировал и я вам постараюсь именно ну рассказать вот максимально что я знаю то есть аккумуляторы эти вообще служат у людей в китае 1 2 сезона ну то есть я не знаю насколько у них сезон у них сезон вроде один год равен потому что там снегом толка нету если он вообще там есть и отсюда получается данные аккумуляторы очень долго себя не показывают и их покупает в основном люди которые имеют средний достаток сейчас я знаю очень много стран которые имеют средний достаток но к сожалению вот подобная вещь стоит на сегодняшний день на рынке примерно от 5000 до 8000 рублей вот за одну такую банку это соизмеримо с аккумулятором причем хорошим где-то на 150 ампер часов до автомобиля но к сожалению автомобильный аккумулятор не сможет вам дать именно те токи без просадки напряжения здесь же у нас аккумуляторы либо по типу агм либо по типу гелевых но так скажу что лучше относить их гелевым аккумулятором все того что напряжение в отличие от агм здесь гораздо ниже напряжение на банках максимально заряженном состоянии составляет 14 2 вольта в то время как у гелевых она обычно выше и находится от так скажем когда максимально нужно из них выжить 15 вольт то есть 14 4 15 вольт так да вот туда же можно найти это аккумулятор агм серии агм читаем 14 4 15 вольт в режиме ожидания 13 половиной 13 8 но постараюсь тоже про этом если не забуду все озвучить и так например что случается с этими аккумуляторами со временем они также могут реально долго отдавать большие токи и причем на всем протяжении времени заряда то есть ты их зарядил до полного и ты можешь в ноль их садить максимальным током которые в принципе ограничивается паспортными данными по этим аккумулятором я честно говоря не штудировал информацию по этим аккумулятором я снес специальную статью на сайте и если кому интересно на сайте вот ссылка будет под видео можете полистать посмотреть именно про 6 дзм 20 особенность этих аккумуляторах служит том что в принципе аккумуляторы не 20 ампер часов они больше все дело в том что производитель пишет 20 ампер часов емкость при стандартной зарядки то есть зарядка это примерно два с половиной четыре ампер часа то есть если мы используем такую зарядку то есть ток заряда будет от 2 до 4 с половиной то у нас будет емкость 20 ампер часов если мы будем использовать зарядное устройство пол ампера и ампер емкость может составлять до 27 ампер часов отсюда у людей очень большая как бы разница в пробеге то есть кто-то говорит у меня зарядка сгорела я взял послабее долго заряжаю но почему-то проезжать стал больше есть такой да но это как раз относится к тому что информация я на сайте у себя собрал то есть аккумуляторы ну очень фантастические потому что многие в это не поверят и я знаю что будут в комментариях как всегда гадить но это ребят так и есть итак суть такая что происходит с аккумуляторами со временем при заряде ребят при заряде аккумуляторы очень сильно нагреваются и это соответственно через клапана выходит ну выделяется частицы водорода испаряется с парами в принципе электролита которая находится пропитанной стеклоткани либо там специальном материале который находится между пластин анодом и катодом делается все это то есть работает это все по принципу клапанов я еще раз повторю я уже неоднократно это говорил в аккумуляторах вот в этих стоят во всех во всех закрытого типа клапана клапана эти могут быть идти под целой крышкой вот она видим да то есть она вот здесь сначала снимается либо вот под такими колпачками вот они колпачки то есть видим везде есть маленькое отверстие через него как раз и выделяется газ в случае превышения температуры либо каких-то предельных нагрузок аккумулятора и клапан поднимается то есть он слегка поднимается от давления и выпускает газ соответственно после того как давление у нормализовалась клапан сжимается и то есть в аккумуляторе остается конденсируется обратно вода очень прикольно сделано именно у этих дешевых аккумуляторах вот именно с возврат потраченной жидкости почему по идее эти бюджетные модели аккумуляторов пользуются ну спросом они поступили очень хитро для того чтобы аккумулятор прослужил но на 5 10 20 процентов дольше не высыхая да они пропитывают тем же раствором с содержанием водички дистиллированы вот такие вот бумажные вставки которые находятся вокруг клапана и в случае разогрева соответственно здесь конденсируется пар если вы вылетает пары из банки клапан открывается они задерживаются вот этой бумажкой то есть газ уходит через отсеки вот если обратить внимание вот здесь такие небольшие ребрышки есть наверное камеру видно я попробую приблизить вот видите вот она это как раз небольшое углубление в пластике по которому газ и выходит он выходит в одну сторону данном случае вот за пределы крышки то есть вещичка вообще классно придумано то есть вот многие кто раскрывает крышки думают вот я так оставлю все зашибись самом деле не так при том быть заряде при заряде у нас аккумулятор разогревается соответственно выделяется водород резиновые вот эти уплотнительные клапана вылетают и все таки о да можно и без них а на самом деле если мы них не ставим если они сидят не плотно если они слетает легко то есть если они как-то вздулись наоборот там как-то внутрь втянулись то это значит либо проблема с банка не хватает там дистиллированной воды либо сильный перегрев банки если вздулись и клапан не срабатывает соответственно произошло залипание его от долгого стояния то есть по-хорошему да если у вас аккумуляторы подобные долго простояли идеальный вариант если у вас крышечка это снимается вот эта крышечка да если вот такая же крышечка просто надо водичкой дистиллированной смочить и промыть вот эти вот клапана резиновой теплой водой с мылом и обратно ставим и все это дело у нас нормально будет отрабатывать ну то есть и колодца обязательно тоже чем-то промыть и насухо вытереть чтоб не капля воды не попадала в или раствора который вы будете протирать можно ватной палочкой аккуратно протереть не попадала именно внутри банки быстро эта процедура делается аккумулятор как бы вам скажет только спасибо увеличением сроком жизни и закрываем это все дело и у нас нормально работать я же вот здесь не обращаю внимание потому что аккумулятор уже умер почти это у меня тестовый образец но он рабочий ребят он восстановленный тут банка была дохлая тут вот метки ролик был у меня уже по этому поводу если кто не заметил вот здесь видите щель увеличивается то есть здесь было раздутие и баночка немножко крышка немножко отслоилась от банки в общем суть такая что самое главное это не перегревать аккумуляторы следить за их температуры многие думают что если вливать них больше в них зайдет больше на самом деле это не так то есть если у вас аккумулятор стал заряжаться там зарядка отключаться через час или два места там четырех или шести соответственно это говорит о том что аккумулятор упал по емкости не хватает либо водички а если вы еще трогаете его и нормального зарядка при которой раньше не нагревался и аккумулятор разогревается то это уже повод задуматься о том что нужно купить новые аккумуляторы потому что с такими аккумуляторами вы далеко не проедете в такие аккумуляторы рекомендуется долить дистиллированную воду но особенность доливки дистиллированной воды в данные аккумуляторы не всегда приводит положительным к сожалению успехом то есть аккумуляторы могут как выйти быстрее из строя так и выйти медленнее тут идет дело в том что на какой на каком растворе электролита собраны именно пластины то есть между пластин у нас находится губка которая пропитана специальным составом электролита если там была дистиллированная вода то делается это просто то есть если там не было дистиллированная вода был какой-то раствор который не смешится без механических каких-то воздействий дистиллированной водой вы ничего не сделаете аккумулятор у вас по воде по этому приведет к тому что воду налив приведут к пластин и аккумулятор сдохнет еще быстрее то есть тут как бы вам решайте как повезет вам потому что случаев очень много и я это говорю на своей практике итак если же аккумулятор у вас нормально впитывает дистиллированную воду берем шприц обязательно с иголкой мне хорошо у меня там скорая приезжает частенько то есть иголочки там со шприцами оставляют и в данные вещи там как меня откачивают там хорошие бывают такие вещи оставляют берешь наливаешь чуть-чуть водички дистиллированные воду дистиллированную лучше брать в аптеке очищенную без добавок в магазинах я вообще не рекомендую там вода часто наливается из старой либо производится вот очистка воды то есть методом парения до в оборудовании которое там тысячу лет не мылась и когда воду эту смотришь там железо больше чем с чистой воды то есть в аптеках же там происходит многоуровневую очистку дистиллированная вода и она больше подходит именно для таких тестов поэтому для моих тестов я использую только аптечную воду да ребята она дорогая литр стоит примерно где-то 20 чем-то рублей у нас я брал но опять же цена зависит от места где его делают и на каком оборудовании то есть многие не показывал оборудование говорят мы хотим больше другие мы хотим меньше и все зависит некоторые говорят от объемов сколько вам нужно и как вам по временем надо быстро в общем берем берем немножко в шприц я не знаю кубик и нужно медленными движениями нажимая вводить через иглу в прям вот в эту губку дистиллированную воду чтоб вода не выбрасывалась за пределы этой губки да и не опускалась на одну камеру а здесь большинстве случаев есть небольшое расстояние если не дай бог вы перелете воду и вода у вас вот здесь вот налилась то у вас здесь будет короткое замыкание да тут она отдельно все эти банки отдельно все это хорошо но пластины между собой вот здесь вот замыкает в каждой банке если вы во всех пире соответственно аккумулятор будет разогреваться выделение водорода больше когда вы ставите на длительную зарядку вас закипает клапана не могут не успевают отработать у вас начинает вот здесь все коррежет его то что вы видите это вот как раз того что вода здесь была перелита решается это очень сложно если аккумулятор опять же не поврежден а это маловероятно можно сделать методом испарения то есть поставить на зарядку например током пол ампера открыть банки и таким образом пытаться зарядить аккумулятор будет не греться но поднимется ли он по емкости это вопрос и как быстро он поднимется к сожалению клапана одевается на цилиндры которые не просто как это бы нарисовать то есть вот цилиндр у нас да он входит в банку и вот здесь вот если мы перевернем мою воду не сольем потому что цилиндр у продолжается это связано для того чтобы пары которые конденсируются в банке они как бы обратно возвращались в аккумулятор то есть клапан он служится в роли там такого крана который ограничивает выход воды и ну как бы не дает аккумулятору раздуваться то есть на самом деле это достаточно ну с одной стороны просто реализован да другие люди не видят это а и думают что это все для красоты но на самом деле это очень умная технология который позволяет продлить любым аккумулятором срок жизни то есть пропитываем по чуть чуть даем аккумулятору отстояться если долить сразу много знаете что произойдет вот этот губка в которой мы пытаемся с вами добавить дистиллированную воду она начинает постепенно смешить постепенно процесс а тут аккумуляторов может занимать от суток до месяца и что происходит сверху мы надали ли да вот здесь у нас начинает выпирать это губка из пластин пластины разжимая в банке и снизу все это сужено потому что вода ничего не дошла не смешалась и получается емкость теряется потому что здесь сверху есть соединение снизу там не контакт либо бывает часто из-за того что высыхает как бы эта губка до образуется не контакты емкость теряться начинает из-за этого либо же пластины деформируется выгинается и вот эта губка как бы сужается где-то и криво так идет то есть нету связи между анодом и катодом и надеюсь более менее понятно рассказываю и вот это дело все у нас может превратиться просто в кусок железяки то есть знаете что если аккумулятор начал греться идеальный вариант и проверить эти клапана можно долить по кубику воды аккуратно и закрыть а быстро это все дело поставить там на пару деньков и поставить на зарядку рекомендую каждый аккумулятор заряжать отдельно и с выставлением тока 0 5 ампера после того как наша зарядка с током 0 5 ампера или 1 ампер прогонит аккумулятор и скажет все ок после этого собираем секции в электроскутер там сколько у вас три четыре пять шесть восемь таких аккумуляторов и заряжаем стандартной зарядкой и уже смотрим на температуру в большинстве случаев именно в процессе того чтобы вода лучше распространилась по банкам я заметил очень хорошо помогает десульфатор но у меня десульфатор на четыре банки и вот такие аккумуляторы после доливки воды у меня очень хорошо так уравновесились сожалению по дальности пробега и не измерял но на тех аккумуляторах что у меня остались они были также сварены то есть тут трещина была вот так расходилась все нормально держится но аккумуляторы там были и вздутые то есть я их правил можно сказать утюжил их газовой горелкой тоже ролик это к сожалению снял ну по идее технологии это простая я и давно пользуюсь но очень мало людей знает про это можно аккумулятор в принципе восстановить если у нас не имеется громадного износа пластин если там у нас анод не отсыпается если катод нормальная чистенькая пластинка да ну бывает вся когда перегрели немножко водички не хватило то есть в таких случаях можно попробовать восстановить но на процесс восстановления если у вас уходит неделя или больше до вы пытаетесь зарядить то аккумулятор у вас уже труб если напряжение упало например до 8 или 9 вольт аккумулятор уже труб проблема с банкой в большинстве случаев разбираем банку смотрим тут либо вот здесь где-то отвалилась либо пластины отсыпались но снаружи к сожалению это не увидишь поэтому пластин аккумуляторы делают герметично и из непрозрачного ну применение пластиков прозрачных потому что если народ будет видеть какой процесс там происходит соответственно народу будет возникать больше вопросов поэтому но это сделано во первых из-за этого так сейчас я прервусь и мы продолжим уже на другие темы разговаривать надеюсь про основную технологию понятно это бюджетные аккумуляторы срок службы у них два примерно года в лучшем случае они очень хорошо проезжает первый год прям без потери своей какой-то мощности и кстати их ставят на электроскутеры мощностью обычно до киловатта то есть в основном они идут на 300 500 вроде 750 ну что прервемся рекламная пауза и продолжим итак у нас с вами вторая часть и второй частью мы рассмотрим 6 дзм 20 фирмы с print это дочерняя компания которая производит линейку электроскутеров санра и они же выпускает данные аккумуляторы то есть ну чтоб удешевить производство своей техники не очень-то дешевой они делают именно сами на дочернем предприятии который принадлежит им аккумуляторы для своей аппаратуры там у них всевозможные аккумуляторы но мы рассмотрим с вами немножко аккумуляторов которые есть у меня в наличии я их прям вам в живую показываю вы такого наверно вряд ли где-то сможете одновременно увидеть что подобные аккумуляторы вас стояли на столе и так стоимость данного аккумулятора на сегодняшний день составляет примерно от 6 7 тысяч рублей за штуку да там я не знаю там выходит иногда и даже 11 тысяч за штуку хотя по качеству он не сильно то и уступает конечно бюджетным но это линейка уже премиум дело все в том что эти аккумуляторы выполнены более качественно несмотря на то что здесь наносится знаете как просто ставится бумажка и распыляется краска убирается и вот так вот производится нанесение вот этого обозначения именно на всех аккумуляторах фирмы вот это вот спринт сандры и так это аккумулятор серии hrs l 12 20 ампер часов именно про них я говорил особенность что вот у этих аккумуляторов написано точно 20 до но они точно никогда 20 не будут то есть все вот эти аккумуляторы имеют емкость примерно 22 24 ампер часа несмотря на то что здесь написано 20 6 дзм это обозначает то что у нас не состоят из шести пластин тяговые то есть 6 у нас банок и тяговые аккумуляторы короче с высоким током отдачи данные аккумуляторы сразу q коротенько ставится на технику от 350 до 2 киловатт представьте отличается от зеленой серии тем что они весят но чуть потяжелее ну там буквально граммы но здесь уже использованы их не какие-то технологии по сепаратором по . толщине пластин по химическому составу электролита которые обогащается губки которые находятся между анодом катодом и ну то есть клапана здесь все стандартно тут все залито вернее запрятана вот за это крышечкой как видим вот выступала здесь водичка но на самом деле это я так помыл следы воды остались но это это не страшно то есть если мы аккумуляторы моем даже снаружи чтоб сюда попала очень много влаги нужно постараться в основном если мы моем и вот здесь образуется вода она испаряется и конденсат может быть проникать в аккумуляторы это неплохо это даже бывает очень даже хорошо и поэтому мыть аккумуляторы можно но не конечно не разбирать полностью его и что в банке попадала снаружи протирает как-то быть под давлением все это можно делать не знаю опять же это для кого-то будет шоком как так но не знаю ребят проблем с этим не встречал и не встречая данные аккумуляторы служат не два сезона а целых три у кого-то даже больше у кого-то они уже прослужили вот именно эта серия санра спринт спорт 6 дзм 20 прослужили болин я не знаю там пять и более лет то есть это очень древние аккумуляторы которые зарекомендовали себя по как по сроку службы так и по качеству исполнения и пользуются спросом но к сожалению у нас завозит вот именно вот те вот зелененькие потому что они дешевле и с них можно очень хорошо денег поднять поэтому так что если у вас вдруг будет по одной и той же цене ребят лучше берите вот такие аккумуляторы да они немножко тяжелее прямо вот этот аккумулятор мне вообще тяжело брать то есть не знаю весит на не пять килограмм вот как вот этот аккумулятор вот этот весит где-то на килограмм на полтора меньше чем вот этот хотя здесь залита вода если в воду сюда не заливать а взять новый аккумулятор вот этот был бы полегче все равно как-то тяжелее брать вот этот я бы туда не смог даже запихнуть то есть как вообще можно выбрать аккумуляторы ребят честно говоря не как только на своем опыте зная как себя ведет каждый аккумулятор при тех или иных условиях но этим аккумулятором и по тем в принципе информацию я знаю эти аккумуляторы очень сильно боятся повышение температуры очень сильно прям падает емкость просто на глазах то есть с каждой зарядкой емкость падает что эти что те допускает разряд в ноль но при условии что их сразу же по приезду поставят на зарядку если же это не произошло аккумуляторы теряет ну там пять что ли процентов от общей емкости если вы поставили то есть там ну буквально один-два процента то есть по идее если мы разряжаем аккумуляторы в ноль вот эти вот то у нас всего 200 там циклов заряд разряд если не меньше то есть 200 и меньше вот у этих где-то 100 чем-то и меньше то есть вообще аккумуляторы эти в ноль разряжать нельзя хоть написано что они допускают разряд в ноль ноль понятие растяжима ноль это для большинства электро техники то есть электроскутеров то не не знаю источника бесперебойного питания это 10 с половиной вольт ноль то есть есть ограничение и у контроллеров электроскутеров то есть при определенном низком напряжении они не берут именно напряжение с аккумуляторов не бы не вытягивать из них емкость то есть они отключаются потому что якобы нет заряда в общем когда у нас перестал тянуть скутеры начинают отключаться контроллер это значит вы разрядили его в ноль и значит циклов у вас на заряд разряд в десятки раз уменьшились просто в десятки и так для того чтобы продлить срок жизни многих этот интересует вопрос во первых нужно хотя бы один раз замерить насколько вам хватает аккумуляторов и всегда ездить на расстояние меньше на 10-20 процентов тем самым аккумулятор у вас прослужит но если не два сезона то полтора или один точно если же вы будете ездить на более короткие расстояния например 50 процентов от общей длины и меньше и ставить сразу же на зарядку по приезду либо до места либо до возврата домой то аккумуляторы прослужит до 700 800 циклов это примерно два года использования то есть это очень хороший показатель и вот эти аккумуляторы тому подтверждением с теми аккумуляторами я бы с этим не согласился по поводу того что имеют аккумуляторы самый разряд давайте проверим все вот этот и вот этот аккумулятор заряжались в одно и то же время примерно около трех месяцев двух назад то всех пригнал я зарядил я их убрал так смотрим зеленые аккумуляторы вот двенадцать пятьдесят один черный аккумулятор желтый аккумулятор 1224 как видим у желтых аккумуляторов есть ну небольшой сама разряд но тут играет еще роль в то что он новый он заряжался за все время всего раза три или четыре этот аккумулятор уже прослужил год и в него залита вода если залить сюда воду напряжение будет больше немножко да но я не знаю с чем это связано при заливке воды напряжение увеличивается но емкость падает это стоит учитывать надо будет их зарядить но это уже будет следующем году он кстати сейчас посмотрим еще тут у меня аккумулятор есть агм агм почти 13 вольт 2 агм почти 13 вольт и дельта агм 13 с копейками и так вот эти аккумуляторы наиболее интересно потому что у них имеется более проработанная система как изготовление самих пластин так и минимально испаряется из них влага из-за того что крышечка у них она ну приклеена и не просто на защелках она приклеена то есть она вот не гуляет и тут имеется также какую в агм аккумуляторах вот такие вот отверстия для вывода газов из аккумуляторов так начинаю путаться так что стоит внимательно прослушать полученную информацию и так мне вот эти аккумуляторы понравились больше плюс которые в них увидел и который на них же заметила потом применил к этим аккумулятором которые уже почти выживали свое это именно то что если мы заряжаем долго и потом заряжаем как бы оставляем их на зарядку и зарядка переходит в поддерживающий разряд и мы поехали именно эти аккумуляторы могут до 10 20 процентов на электроскутере проехать дольше это можно просмотреть на примере покатушек на черной молнии когда ездил расстояние примерно 60 и выше километров на 72 вольтах хотя по паспорту заявлено всего 50 вот на этих же аккумуляторах заявлено по паспорту примерно там честно говоря тот врут и говорят 55 50 но при скорости 45 километров в час и хватает примерно где-то на 20 километров если конечно мы едем на скорости где-то примерно 25 километров в час то данных аккумуляторов хватает примерно до 40 до 40 километров и они разряжаются вновь то есть если их заряжать маленьким током здесь к сожалению либо у меня они уже убитые были но изначально то есть я такую фишку заметил то есть вот на этих аккумуляторах она подтвердилась но на этих аккумуляторах я проезжал на пару километров больше всего на пару здесь длина составила на 10 километров больше то есть соответственно если у нас 20 ампер часов да и мы садили связи мы поехали и зарядили стандартно то есть оставили потом подождали например зарядили до вечера до оставили подождали сели утром и поехали то именно в этот момент у нас остается 20 ампер часов если мы зарядили до максимума еще раз повторяю и подождали там часик два сели после зарядки сразу и поехали то у нас хватает на лишних там до 20 процентов примерно расстояние то есть именно вот такой плюс именно увеличение емкости с 20 ампер часов то есть вот как раз эти дополнительные там 2-7 ампер часа которые могут залиться в эти аккумуляторы и востребована быть моментом а потом уже мы будем именно на 20 ехать то есть она идет просадка то есть аккумулятор имеет какой-то саморазряд именно на этом пике напряжения и поэтому в итоге если мы просто ждем да и у нас находится в покое аккумулятор напряжение через определенное количество часов уравновешивается и у нас превращается в 20 ампер часов и вот тут вот производитель в паспорте указывает что именно до 27 ампер часов можно типа выжить притоки там заряда пол-1 ампер тут тоже не все вот так вот гладко то есть тут именно также как я говорю то есть зарядили сел поехал если не зарядили подождал больше 20 ампер часов вы не получите с него он как конденсатор накапливать сверху и может какое-то время отдать эти аккумуляторы написано продавцом производителем именно не почему-то в открытых источниках что срок жизни у них увеличивается если их заряжать даже проехав если там километров два-три то есть если их поставить на зарядку то количество циклов в разы увеличивается соответственно если он у вас стоит разряженные то есть от этого почему-то становится им только хуже аккумуляторы эти и вот те и в принципе как и другие заряжать постоянно нельзя если вы ими не пользуетесь лучше заряжать примерно раз в три-четыре месяца и при этом если у вас есть рубильник бортовой сети соответственно рубильник должен быть выключен если у вас включен контроллер или какие-то другие мозги если у вас стоит сигналка могут высосать за это время аккумулятора в ноль если у вас рубильника нет рекомендую просто открутить клемму с аккумулятора и оставить так скажем на хранение все мы знаем что у нас зима длинная и поэтому стоит себя обезопасить то есть вот этим аккумулятором по пятибалльной шкале я бы дал 5 причем с большим плюсом я просто в шоке был что именно на новой технике которая простояла год на складе то есть 14 года то есть техника да и в пятнадцатом я купил простояла год на складе уже в россии и аккумуляторы реально новые эти же аккумуляторы простояли меньше года на складе то есть купили в этом же году и продали в этом же году и аккумуляторы имеют емкость меньше и уже через первый сезон они начали греться с этими проблем не возникло я специально теперь страхуюсь и не хожу смотрю каждые там полчаса нагрелся аккумуляторами нет они всегда холодных это вот такой большой респект китайцам из сандры которые делают такие классные аккумулятора но к сожалению подобные продажи аккумуляторов не видел ребята обращайте вот с принт тут короче по китайские иероглифы но мне просто блин я вот отсюда вижу как будто спринт написано или спорт я поэтому так говорю здесь просто значок сандры если вы такие аккумуляторы видите знаете что аккумуляторы очень качество но весят чуть чуть больше чем он тех поэтому стоит на это обращать внимание и так сейчас мы прерываемся на рекламную паузу и а уже возвратимся к другим аккумулятором и самое интересное будет в конце ребят я специально вам очень интересную информацию держу в конце большинство об этом не знают и так ждем итак третья часть у нас в этой части мы рассмотрим с вами 6 дзм 12 это аккумуляторы 12 ампер часов тоже тяговый xr sl 12 вольт и данные аккумуляторы спешу отметить является тоже нечто крутым потому что аккумуляторы эти но во первых состоят из шести пластин то есть он из шести отсеков которых расположены пластины и аккумуляторы эти способны тянуть мотор мощностью 500 ватт при этом вообще не напрягаясь и не испытывая каких-то затруднений если подобные вещи стоят на моторах до 350 ватт там 200 250 то это просто сказка они имеют принципе небольшой вес вес примерно такого аккумулятора около до 5 килограмм так скажем в районе там четырех но он тяжеловат если хотя бы там три штуки или 4 стоит блок уже достаточно неподъемные примерно как даже не знаю вот такие вот если 7 амперки просто и сравнивать примерно вот таких нужно штуки 2 но это получается у нас им 14 ампер часов а здесь 12 то есть вес вот этих двух равно силен одной вот такой и так из особенностей данного аккумулятора опять же то что это производится заводом фирмы санра и данные аккумуляторы из очень большого из большой очень линейки состоят есть подобные аккумуляторы как и двадцатки так и тридцатки разных цветов и эти цвета как бы позиционируются и по мощности то есть способны отдавать гораздо выше токи долгое время без напряга так и по току заряда но желтая серия вот этот оранжевая она оптимальна поэтому если у вас что-то подобное вышло из строя знаете что заменить на гель к сожалению у вас не получится вы пройдите на нем если не в три в четыре раза меньше но очень мало потому что вот эти аккумуляторы но очень крутые и очень качественные цена подобного аккумулятора составляет всего лишь 2 четыре тысячи рублей то есть от двух до четырех тысяч рублей до кто-то скажет это сильно круто но данные аккумуляторы способны работать при таких маленьких нагрузках всего до 500 ватт достаточно продолжительное время срок жизни аккумуляторов этих составляет примерно три года с момента начала эксплуатации то есть если вы аккумуляторы подзаряжаете малым током то есть примерно до 1 ампера до напряжения 14 2 вольта не выше лучше там 14 один или чуть ниже там 13 7 то данные аккумуляторы прослужат вам верой и правдой не один сезон из особенностей опять же крышка здесь приклеена на большинстве аккумуляторов идет вот такая вот лейбла кстати даже на двадцатке на есть на некоторых у меня смылась когда я мыл и там немногие говорят да они бушны я просто ребят люблю когда аккумуляторы содержится в чистоте минусом данных аккумуляторов служит если попадает вода то вот эти вот клеммники начинают немножко окисляться то есть вот здесь вот это заметно здесь вот попала вода и вот такое черное пятно аккумулятор эти опять же повторюсь четырнадцатого года вот мы видим до потемнело почернело это решается просто надо припой этот разогреть и в случае чего просто очистить замыть аккумуляторы герметичные проблем с ними нет испарение нету но опять же есть клапана соответственно случае каких-то проблем придется разбирать крышку и потом обратно и ставить и то же самое что в первой части говорил проделать ту же процедуру то есть попытаться можно восстановить но опять же не рекомендую чтобы я рекомендовал опять же для для аккумуляторов у у большинства электротехники нету датчика температуры аккумуляторов это большое упущение потому что именно температура аккумуляторов при заряде если сделать подобную вещь до который будет пищать там например при температуре 40 градусов и выше то мы можем отключить зарядку либо остановиться там минут на 5 на 10 подождать и продолжить путь и аккумулятор у нас в этот момент прослужит долго при завышенной нагрузке аккумуляторы также могут нагреваться но это честно говоря сильно на срок жизни аккумуляторов не влияет из-за того что опять же тут хитрая технология именно завода сандра но не думайте что все китайцы делают плохо или хорошо на самом деле тут как получится потому что каждый год вот именно по санри да то что информацию я нарыл происходит не один раз даже бывает и не один раз в месяц пересмотр линейки как по аккумуляторам так и по скутерам модели выходит можно говорить с интенсивностью в две недели точно то есть у них сидят разработчики которые что-то постоянно дорабатывают и вносятся в изменение в конструкции поэтому именно ту информацию которая даю она на сегодняшний день подходит для большинства тяговых аккумуляторов именно на 2015 год то что было раньше ребят к сожалению я не знаю я этим начал заниматься ну совсем недавно с 14 года информация в принципе я и так по аккумуляторам собираю каждый день поэтому анализировать мне гораздо проще с этим делом вот тут ничего такого больше не написано в общем что еще могу сказать по данным аккумулятором заряжается они током примерно от полтора до двух с половиной ампер зарядное устройство и прекрасно себя чувствует кстати если вы захотите зарядить подобные девайс током 500 миллиампер то блок питания у вас либо зарядное устройство должно выдержать если что нагрузочку нагрузочку если мы заряжаем больше этого тока то нужно следить обязательно за температурой потому что аккумуляторы будут кипеть а это не надо лучше заряжать их либо равным либо меньше напряжению зарядное устройство оригинального либо вы их раньше срока решить лишитесь и так ну по пробегу аккумуляторы эти стояли у меня у жены это снова я достал видим да тут слетела наклеечка это я их мыл то есть аккумуляторы моется протирается и вот спиртом часу подпаял немножко потом надо будет все зачистить аккумулятор этот еще не готовился готовился тот который жены то есть он полностью разбирался полностью спиртом очищался и обратно ставился то есть чтоб не было никаких проблем вот эти вещи я обрабатываю небольшой смазкой наподобие хитач которую вы мне постоянно видите то есть и здесь какого-то гниения окисления не происходит аккумуляторы кстати вот эти вот слабенькие лучше всего и надежнее паять появится не примерно проводом два с половиной квадрата на плаву провод лужоны здесь написано где тут авгейт а тут и не написано даже в г джи янг су ян чанг диан лан ю хиан капец прям какие-то послание короче есть маркировка но она 2006 года типа месяц потом какой-то номер еще идет то есть на проводе даже год производства написано труб провода достаточно старые но несмотря на это провод очень качественные и перепаивать их на обычную медиах у ребят я не рекомендую вот этот провод выдержит токи до 100 ампер но если вы поставите мете она будет выдержать ну если не в два раза то в полтора раза точно меньше токи поэтому стоит обращать внимание на то что вы будете делать то есть я рекомендую если у вас окислился провод лишние обрезаем вот тут смотрите сколько расстояния то есть можно обрезать здесь я и так и буду делать их припаять вот таким вот образом то есть мешаться ничего не будет и соединение будет на надежным так главное чтоб я всю информацию дал чтоб я не забыл потому что в конце это будет вообще каша по поводу аккумуляторов вот у жены которая мопедик маленький на 350 ватт я поставил контроллер на 500 отлично себя чувствует и заряжался он махом то есть это говорится о том что зарядка там ну двухампер на и всего это двенашки если он заряжается примерно один два часа то есть емкость у него теряется соответственно меньше то есть но в принципе мы толком и не катались максимальный пробег который у меня жена я смогла сделать на электроскутере маленьком этом составил всего одну километров десять соответственно да я там перед каждой поездкой его немножко заряжал вот думал как вот эти будет заряжаться долго но к сожалению энергия с них не так сильно уходит это говорит о том что в принципе тот электроскутер очень хорошо рассчитан именно под эти аккумуляторы и в принципе 40 километров он пройдет давайте посмотрим эти аккумуляторы полностью заряжались и примерно заряжались они недели две назад итак напряжение на аккумуляторе составляет к сожалению плохой контакт почему-то 1306 и 1306 многие говорят нужен балансир ребята 48 вольт одинаковое напряжение зачем он нужен с качественными аккумуляторами опять же это к тому что если вы ставите аккумуляторы с маленькой емкостью да я уже такое говорил то есть и эту информацию подтвердили те ребята которые ездят на электротранспорте соответственно там нужен балансир если у вас емкость от 10 а лучше от 20 ампер и выше нужно просто нормальную зарядку и аккумуляторы не перегревать и аккумуляторы будут сами по себе уравнивать уравниваться по заряду на этом наверно все и приступим к четвертой части итак четвертая часть это у нас использование в электроскутерах обычных 7 амперных или в электро велосипедах аккумуляторов и так какие аккумуляторы подходят а какие не подходит и почему не подходит и почему их не дозаряжает либо заряжает там я не греется либо они греются при езде то есть это большинство вопрос а и почему и хватает в 10 раз меньше по времени чем тех которые стояли у вот этот момент к сожалению интересует очень многих и меня кстати очень долго интересовало после того как я узнал принципе у меня все вопросы сразу отпали я постараюсь поделиться с вами надеюсь опять же сильно в штыки этого не будет воспринято делюсь как могу несмотря на то что даже с температурой снимаю ладно про и поехали проехали начнем с того сожалению 7 амперных аккумуляторов для электро скутеров электро велосипедов у меня нет но это не мешает мне рассказать вам основные критерии подборов аккумуляторов и так какие подходят какие нет и так начнем серии агм агм серия опять же она бывает разная бывает аккумуляторы гелевые бывает нигелевая гм до начнем с того что нам нужно смотреть во первых ноги думают надо смотреть на напряжение да вот это вот который здесь написано отчасти это правда но опять же на зачем это надо вот это напряжение на осмотреть почему большинство кто не знает почти все аккумуляторы для электро скутеров до имеют напряжение всего лишь 14 2 вольта в пике на одну банку то есть если у вас 36 вольт соответственно три аккумулятора по 14 2 соответственно это максимальное будет напряжение которое для 36 вольтовых аккумуляторов будет равно то есть если у нас аккумулятор и будет 15 вольтовые то соответственно умножаем на 3 получается 45 вольт в пике почему это плохо для электроскутеров это для электроскутеров неплохо скорость будет выше запрашиваемый ток будет такой же как и с теми аккумуляторами что до этого например стояли но но есть такая фишка в контроллере каждом которая работает на определенное напряжение и первая эта фишка и самое главное это режим рекуперации сожалению если напряжение на аккумуляторах превышена и имеет максимальное значение торможение методом рекуперации невозможно если аккумуляторы заряжены у нас полностью или не подходят под напряжение контроллера в случае рекуперации у нас будет ощущаться подергивание мотор колеса то есть она будет схватывать да как бы тормозить вырабатывать энергию в аккумуляторах и тут же отпускать тормозить и отпускать тормозить и отпускать интервалы эти могут быть разными в зависимости от используемых аккумуляторов и поэтому стоит как бы это знать и так если у вас вышли из строя аккумуляторы вам нужно во первых найти паспорт на данные аккумуляторы и посмотреть какие токи у вас может этот аккумулятор выдавать то есть и какое время насчет аккумуляторов к сожалению вот по этим двум я точно не скажу но вот эти аккумуляторы способны выдавать больше 100 ампер но примерно где-то минут 20 ну соответственно можно прикинуть как быстро 12 вольтовый семи амперный аккумулятор разрядится при таких токах соответственно здесь по паспорту написано следующее если ток у нас запрашивать 100 ампер время такое то если у нас сток 50 ампер время в два два с половиной раза выше то есть разряда этого аккумулятора соответственно вы проедете гораздо дольше все знают там ну кто у меня подписан постоянно на канале да что на электроскутере са санель которым я ездил я вот таких вот ставил 4 по 4 штуки и в принципе в принципе если бы провода у него здесь не слетали если пиев припаял как на вот этих вот аккумуляторах то есть у меня проблем бы не было и мне очень понравилось принципе дальность и дешевизна этих аккумуляторов я тогда говорил что именно вот это вот марка аккумуляторов способна выдавать пиковые токи хорошие и очень долгое время и так вот эти аккумуляторы по идее является близким по замене родных аккумуляторах но нельзя их собирать просто вот четыре штуки до 7 ампер часов и поехал они к сожалению прослужит в три раза меньше чем вот эти аккумуляторы если мы их соберем например в линейку например в два в три по четыре да то они прослужат в разы дольше это все связано с паспортными значениями по запрашиваем на току к сожалению данный аккумулятор вот именно эти предназначены для того чтобы устанавливать их системе до мощности полтора киловатта но работают они примерно 15 от 48 15 25 это минут примерно если мы едем на электроскутере максимальная мощность запрашиваемый у нас будет именно в момент старта и то есть когда мы стоим с вами на земле нажали ручку газа и в этот момент максимальная мощность будет оттянуться с аккумуляторов и чем больше таких моментов тем меньше мы уедем вот данные же аккумуляторы способны выдавать не 150 как эти а даже больше в два раза там до 300 ампер представьте до кратковременно там 250 что ли до 300 ампер зависимости от того сколько мы займем зальем кстати про эти аккумуляторы я забыл сказать что они тоже не 12 ампер на и к сожалению побольше и опять же у нас зависит от тока заряда у у этих аккумуляторов от минус такой что если вы их меняете на аккумуляторы которого стояли до этого в электроскутере вы ставите эти и заряжаете их до 14 2 вольт к сожалению емкость у них стопроцентная при напряжении 15 вольт то есть 15 вольт потом отбивается и потом падает до 13 7 если не отбилась то тут очень маленькая емкость где-то примерно около пяти ампер часов это вообще ни о чем то есть поэтому чем больше у вас таких аккумуляторов связки тем приближаетесь вы ближе к подобным аккумулятором кстати можно нет нет нельзя вот этот аккумулятор в видимо до 7 амперный 12 1 в длину они одинаковые а вот ширину чуть-чуть где-то на 1 и 6 1 и 7 процентов вот этот больше так давайте дальше почему он не подходит например вот эти аккумуляторы вот эти аккумуляторы не подходят из-за того что во первых они очень дешевые во вторых а тут даже если обратить внимание вот клеммники очень узкие здесь смотрим почти в два раза шире но это вроде бы кто-то скажет не страшно но на самом деле вот этот аккумулятор легче даже чем вот этот это раз чуть чуть легче а во вторых технологии здесь удешевлял на настолько что он не способен отдавать там токи больше там 20-30 ампер в пике то есть обычно их ставят в паре один такой и второй такой же в блоке питания которые могут работать примерно около 15-20 минут и мощностью около 500 ватт то есть на 24 вольта 500 ватт то есть калькулятора можно разделить какие токи вот здесь пиковые способны выдавать и причем если мы запрашиваем все 500 соответственно не разряжается в разы быстрее если мы запрашиваем 100 ватт но они чуть дольше работают то есть и вообще многие думают вот я кстати тоже так думал да что вот это вот все это все одинаково просто марка и типа 1 агм до емкость но должны значит эту емкость отдавать да они отдают но именно важно очень параметр сколько по времени не способны выдавать эту емкость какие-то аккумуляторы способны выдавать например ток 100 ампер всего лишь 5 секунд и дальше они уходят в ноль а какие-то аккумуляторы то есть а эти же аккумуляторы способны отдавать например ток 5 ампер в течение длительного периода времени то есть но соответственно можно рассчитать если у нас 7 ампер часов но примерно больше часа способно отдавать какие-то аккумуляторы способны отдавать всю свою емкость например полчаса это вот эти вот аккумуляторы но тут у нас 15 вольтовые вот эти серии если вы до купите зарядку либо соберете и сами вот это вот именно серия себе си sb батарей gp1272 более-менее подходит но к сожалению их нужно много и следующий вариант без доработок именно по напряжению то есть можно заряжать 100 штатным зарядным устройством это например дельтовские аккумуляторы к сожалению паспортные данные их не посмотрел это тоже 7 2 ампера это все 7 2 ампера то есть вот эти три аккумулятора 7 2 ампера но напряжение здесь у нас составляет 13 8 14 1 вольт в пике циклический режим соответственно сколько они прослужат это непонятно но все они имеют крышку защитную здесь вот кстати видите вроде о сплошняком крышка но на самом деле если присмотреться внимательно вот они отверстие есть под выход водорода ну то есть у всех аккумуляторов они есть то есть аккумулятора не полностью герметичны и все равно какой-то газ при работе они выделяют вот эти аккумуляторы вот эти вот маленькие они очень боятся сильно перезаряда то есть и повышенного напряжения если у вас зарядка например у этих аккумуляторов выдает 14 2 вольта здесь 14 1 то вот эти при конце зарядки начнут греться и сама зарядка из-за того что немножко не подходит под режимы да может греться если она вас сильно мощная да там больше ампер чем нужно здесь это вроде 2 16 ампера до если вы вешаете сюда 44 ампера зарядку соответственно аккумулятор у вас полностью не зарядится напряжение завысится аккумуляторы начнут кипеть и аккумуляторы толком емкость не наберут вообще очень важно правильно подбирать зарядку запомните такую вещь если мы заряжаем аккумуляторы не током вот которым указан в паспортных значениях аккумулятора в всех аккумуляторов выше например этого тока то аккумуляторы соответственно у нас полностью не заряжается если мы их заряжаем током которые написаны у нас в максимальной либо ниже лучше ниже лучше 2 ампера сюда вливать они 2 и 16 то аккумулятор зарядится именно на ту емкость которую него написано большинстве случаев при зарядке тока меньшим до аккумулятор лучше регенерирует и соответственно меньше выделяется водород меньше испаряться вода дольше они служат и больше емкости в них можно собирать емкость у всех аккумуляторов рекламентировано в паспорте аккумулятора либо в обширном паспорте по аккумуляторам у заводе изготовителя то есть она может составлять 7 2 ампера при условии что заряжаем током 2 и 16 ампер если мы заряжаем током например 1 ампер вот здесь значение емкости может быть выше опять же относительно какого режима заряда мы используем поэтому это стоит знать и на самом деле все аккумуляторы это такая ребят головоломка и по всем аккумуляторам невозможно инфу собрать и я вам даю просто как есть и поэтому разбиваю вот на этапы чтобы вам проще было переварить на самом деле вот я даже сижу разговариваю с вами я путаюсь с одной стороны из-за того что я болею да мне как бы тяжеловато рассказывать а с другой стороны ну просто сильно много информации и порой такая каша в голове к сожалению прошу это принять и простить и не судить строго по поводу дельты дельта классные аккумуляторы ребят но почитав мануал да вот они подходят больше всего 14 1 вольт то есть тут отбивается на 14 1 заряд у этих отбивается на 14 2 но их можно 14 4 поднимать но они греться начинают уже то есть можно в используя вот этих заряд куда вот тут заряжать эти аккумуляторы особенно если стоит их не одна секция то есть например всего 48 вольт мы поставили 4 таких аккумуляторов а две секции то есть по два аккумулятора то есть 8 аккумуляторов причем по 4 между собой сними 48 48 между собой сними то есть если вы такую связку используете можно заряжать штатным зарядным устройством и у вас нормально уравняется емкость между аккумуляторами то есть не будет все very good но эти аккумуляторы чуть лучше почему-то чем вот эти сожалению ток отдачи здесь составляет в два раза меньше чем здесь здесь если 130 ампер на 72 ампера да или там я уже честно говоря могу 26 ампером перепутать значение неважно здесь очень большой ток здесь он меньше и время разряда здесь другое чем вот здесь и вот поэтому вот эти аккумуляторы я набирал просто пачками вот такие аккумуляторы можно купить новыми можно купить немножко был и они будут работать вам достаточно долго вера и правды но опять же во них минус такой надо зарядку подбирать либо их заряжать как-то отдельно но это очень проблематично либо 4 зарядки либо 5 со зависимости от того на какое напряжение вы собираете а вот дельты они чем плохие это во первых если вы собираете конечно в банк это неплохо но надо учитывать какой максимальный запрос потоку они выдержат если например у него 60 ампер часов в течение 30 минут до он может отдавать это хорошо вы ставите параллельно там пару секций накидываете то есть 8 там например 16 аккумуляторов почти 4 ряда по 4 аккумулятора да вы сможете в принципе на них нагрузить и киловатт но если вы хотите чтобы у вас киловатт ехал всего четырех таких аккумуляторов он некуда просто поставить например еще четыре да тут стоит все таки учитывать какие-то другие особенности и придется тратиться деньги вот на подобные вещи которые к сожалению стоят очень дорого опять же 6 дзм марка она очень дорогая из-за того что она производится вся в китае по крайней мере я видел в сша что они делают подобное да и в японии они делают подобное но блин мне кажется это все пошло из китая потому что там почему-то выбор громадные везде там пару моделей всего и все и чем они отличаются непонятно а цена дешевле к нам все равно из китая и тут стоит как бы учитывать стоит ли вам связаться с подобными вещами или нет это только решать вам и вашему кошельку то есть вы вот здесь на этих вот всех аккумуляторах вот на этих специально так поставлю не сможете проехать именно того же расстояние которое было у нас вот в этих аккумуляторах если вы конечно будете использовать литий или еще что то это я потом как-нибудь ролик сниму когда займусь вот этой темой но у меня информация есть на просто пока я не выставлю эти аккумуляторы и не буду на них кататься мне вряд ли кто в это поверит поэтому давайте подождем про это я тоже потом сниму то есть если вы хотите ездить также далеко как вы ездили на родных свинцах то есть вам нужно искать что-то родное если вы хотите чтоб вас как-то ездила торик рекомендуют серию вот эту если вы прямо у вас слабый моторчик там 250 там 350 рекомендую вот такие вот вещи но они уже если вас есть шанс или где-то вы можете дешевле хорвать вот такие вот вещи только соединяйте между собой в секции эти тоже желательно в секции соединять несмотря на то что только дача у них большой вот здесь конечно очень много недочетов то что у меня информация вот это вот плавает и по полочкам я конечно вам не разложил но я говорю как есть и в принципе пару раз прослушав вот эту тему да вот четвертую до можно будет для себя сделать надеюсь хоть что-то я понятно объяснил поэтому аккумулятор а теперь у нас после рекламы будет пятая часть и пятая часть будет очень интересная потому что многие даже не знали такого надеюсь в реальном времени увидят просто это своими глазами и будут более подкованными и будут знать что такое существует а пока что прервемся и подождем итак у нас с вами пятая часть заключительно и именно вот эта часть мне лично было просто фантастикой казалось но потом я в принципе полистал поштудировал в заводике и в последнее время я вижу такие батареи которые для меня честно говоря мне кажется фантастика как это одна батарея и там такое напряжение и так я вам в реальном времени показываю аккумуляторы которые большинство даже людей наверно не знают что существует а именно это я специально закрыл чтобы интригу создать надеюсь вам ребят понравится это аккумуляторы 8 дзм 16 8 дзм 16 что это значит это значит аккумуляторы 16 вольтовые 16 ампер часов 8 пластин вот есть 8 отсеков 8 отсеков ребята представьте и аккумуляторы 16 вольтовые это аккумуляторы на 64 вольта для электроскутера то есть если знаете что у вас электроскутер или вы хотите приобрести на 64 вольта там стоит всего четыре аккумулятора и 16 ампер часов на 64 вольта это тоже самое что 20 ампер часов на 12 вольт то есть перемножить и переделить вот эту всю мощность киловатт часов запасу в аккумуляторах получится то на то и выйдет но 60 он как-то более по резвее чем 48 но с другой стороны хватает на то же самое расстояние и так суть не в этом данные аккумуляторы это еще не грань к сожалению меня таким нету но я знаю что они существуют в продаже это у нас на 64 вольта аккумуляторы такие стоят ребят приготовьтесь есть такие же аккумуляторы 9 пластин то есть 9 отсеков на 18 вольт на 72 вольта 4 аккумулятора то есть будьте как бы в курсе что такие есть есть на 24 вольта аккумуляторы тоже будьте в курсе что такие есть и вот именно 6 дзм 20 да вот я почему акцентрировал внимание на первых аккумуляторах именно этой цифре что это количество отсеков в аккумуляторах то есть она может быть большое количество и приготовьтесь есть данный аккумулятор на 36 вольт и есть на 48 на 48 появились даже аккумуляторы лития и он и или те фирмы которые в одном боксе у нас все эти пластины уже стоят и на выход мы получаем балансир все встроено в корпус и мы получаем просто один аккумулятор это китайцы сделали для удешевления для того чтобы проще было монтировать в технику в которой соответственно это все будет ставится аккумуляторы реально за такое напряжение заряжала их тоже где-то месяца три назад давайте посмотрим какое на них напряжение час и так 1728 внимание и второй аккумулятор у нас 1728 аккумуляторы эти новые электроэнергии скутер четырнадцатого года как видим аккумуляторы имеет одинаковый заряд заряжались одни в боксе провода которые у нас идут в этом боксе сожалению дешевенькие очень дешевенькие вот они и тут использована просто медях потому что нужно сам пер часов сами понимаете слабовато это установлен на 500 ватт нам электроскутере на котором я совершал как-то пробег это если кто не помнит синие аккумуляторы где я не мог вытащить вот эту секцию потом я нашел как все разбирается и я там вроде в ролике даже это все показывал вот эти провода конечно желательно бы перепаять но на самом деле знаете чем я ограничусь я просто вот здесь вот напаяю потому что аккумуляторы нормально балансируется зарядкой то есть на этом электроскутере как бы я катался немножко перед тем как его поставил на зимнюю стоянку аккумулятора соответственно снял и дома храню и как видим все нормально происходит с ними то есть они живут они не умирают прошло уже столько времени и я еще их не заряжал то есть с лета но напряжение держит и так что хочу сказать по поводу хранения аккумуляторов если у вас хранится техника в гараже рекомендую подобные вещи унести домой и поставить куда-нибудь в прохладное темное место например в какую-нибудь деревянную деревянную коробку хотел сказать какую-нибудь коробку обычную картонную ставите в эту коробочку и раз там в три месяца аккумуляторы заряжаем зарядным устройством но до 14 и 1 а 14 2 вольт если у вас есть зарядка с регулировкой рекомендую заряжать не больше 13 7 вольт тогда аккумулятора будут чувствовать себя в принципе неплохо и быть всегда на готове часто заряжать их не рекомендую потому что это уменьшает во первых цикла заряд разряд во вторых разрушение у них происходит не так быстро как это происходит вот вот таких вот дешманских аккумуляторов то есть ребят будьте уверены что эти аккумуляторы надежно минус у них такой же как у всех аккумуляторов для электроскутера у меня к сожалению фотки куда-то уплыли но 16 или 18 вольтовые я фотал которые были раздутым их вытащить не могли то есть я их вырвал там пластика железу про так вот прилип но страшновато было но там больше пяти лет он проходил где-то около пяти семи лет скутеру было он еще покупался в начале двухтысячных годов и мы были удивлены что они хоть что-то еще и выдавали после того как были деформированы и высохли все и вот так вот были то есть аккумулятора достаточно живучие и так подведем итог аккумуляторы существуют разные как видим есть и на 16 и выше вольт и на 7 и на 12 вольт и на 6 вольт есть нестандартные аккумуляторы и если вы с такими сталкивайтесь нужно быть готовым и не заряжать их чем попало то есть нужно знать чем их заряжать какое у них напряжение если вы не сделали замер заряженным то есть когда у вас зарядка отбилась не посмотрели какое напряжение у вас на аккумуляторе вам будет тяжело заряжать их обычной зарядкой то что вы не знаете чем их заряжать каком режиме данные аккумуляторы рекомендую заряжать режиме гелевых аккумуляторов то есть там напряжение поменьше чем в гм и отскок происходит пораньше то есть и главное следить за температурой пищалку какую-нибудь себе данные аккумуляторы при зарядке не оставлять без внимания рекомендую если у вас очень слабый доступ туда просто вот если аккумуляторы стоит в плотничку можно поставить термодатчик между аккумуляторов и наблюдать за температурами если у вас до аккумуляторов можно добраться снимаете крышечку трогаете аккумулятор если он комнатной температуры либо ниже соответственно аккумулятору хорошо то есть он нормально заряжается прослужит вам верой правды если аккумулятор стал теплым либо горячим тут же надо его выключить от зарядки и как-то пост охладить его чтобы он не побежал потому что это уже связано с тем что аккумуляторы начинает очень сильно иметь износ в том плане что происходит либо короткое замыкание между пластин либо недостаточно влажности в электролите то есть электролиты испарилась большая часть воды дистиллированную до водород превратилась и аккумуляторы теряют емкость уже в разы то есть соответственно уже эта зарядка не подходит кстати как аккумулятором еще продлить срок службы для того чтобы продлить свой урок службы аккумулятором это достаточно просто нужно заряжать их меньшим током да это дольше по времени но аккумуляторы будут заряжаться будет испаряться меньше воды и они прослужат в разы дольше это очень важно я надеюсь в этом большом пяти серийном ролике я постарался выжать все и дать вам ну большую часть информации которую к сожалению ну на одном месте вряд ли вы найдете придется штудировать интернет доставать скачивать мануалы к аккумуляторам и все это штудировать делать выводы какие-то заключения и это не один день многие жалуются на то что ролики у меня есть длинные очень длинные и смотреть это терять свое время это тяжело а когда собираешь информацию годами ребята это еще тяжелее и лучше посмотреть ролик там получасовой или часовой да и найти для себя какие-то плюсы минусы да то сделать выводы свои послушать человек как рассказывать и ты сразу начинаешь анализировать и находишь правильные решения может быть оговорки какие-то да то есть ты для себя уже решил да что вот здесь он наговорился а здесь я не знал а здесь я знала здесь я тоже не знал что такое есть да и что вот так можно сделать а вот так можно продлить и когда вот это все складывать в уме именно в правильных пропорциях вас появляется более подробная информация о том как вам поступить в том или ином случае и вам будет проще жить подобные аккумуляторы ребят скажу вам одно стоит очень дорого вес у них конечно же больше чем у 20 дзм но минус у них огромный забыл сказать это то что эти аккумуляторы если выйдут из строя и вы захотите поставить вот что-то 20 дзм вам придется менять к сожалению контроллер потому что как-то сказать если у вас будет 5 даже аккумуляторов это будет 60 вольт совершенно другое опять на 12 62 до 48 260 вот правильно здесь 64 вольта получается напряжение будет ниже то есть режим рекуперации у вас работать не будет либо будет работать на тех аккумуляторах но будет перед пытаться перезарядить их и соответственно те аккумуляторы выйдут из строя быстрее поэтому здесь стоит если у вас нету выбора другого как заменить на другие аккумуляторы совершенно самый простой способ при замене аккумуляторов использовать новый контроллер соответственно если вы переводите на лифер или налить и соответственно вы можете там подобрать именно под банки вот данный контроллер но большинстве случаев сразу скажу мотор колеса допускает небольшой разгон некоторые даже в два раза то есть можно сделать из 350 ватт на 750 или 700 ватт а некоторые 500 ватт разгоняется легко в 2 киловатта то есть тут как повезет поэтому тоже стоит это знать но тут опять же везде нужно следить за температурой вот такая вот информация надеюсь ролик был информативен хотел снять ролик про аккумулятор вот такие вот из-за чего они быстро выходят в бесперебойниках всяких но и посмотрел транзистор 815 уже снял ролик но к сожалению немножко не ту информацию дал да он отчасти правильно сказал и скорее всего я тоже сниму по ним ролик и скажу свою точку зрения из-за чего не выходит из строя на этом все если вам понравилось оцениваем подписываемся всем удачи всем пока